Родился на Малой Житомирской улице в Киеве и в семье рабочего и воспитательницы детдома. Бабушка и дедушка со стороны отца до революции владели бакалейным магазином в Крыжополе и считались весьма состоятельными людьми. Из Киева семья уехала незадолго перед тем, как в город вошли немцы. Вслед за лечащимся в санатории в Алубке от туберкулеза Миши уехали мать с братом Люней. Семья воссоединилась в Ташкенте, в Киев вернулись уже после войны. Служил в военном оркестре батальоне самоходных артиллерийских установок. САУ, в Умани, после демобилизации продолжил учебу на третьем курсе Киевского музыкального училища. В 1955 году окончил Киевское музыкальное училище по классу Габоя. После окончания училища некоторое время преподавал музыку в средней школе. Сделал две безуспешные попытки поступить в Гетис и Театральный институт имени Бориса Щукина. В качестве актера служил в театрах Камышина, Кемерова, Петропавловска, Иркутска, Пензы, Петрозаводска. В интервью Светин рассказывал, что свою настоящую фамилию ему пришлось сменить в процессе трудовой деятельности в кино и театре. По независящим от него причинам. В качестве основы псевдонима послужило имя его дочери Светланы. Официально сменил паспорт на новую фамилию в 1983 году. В 1964 году поступил в труппу Киевского театра музыкальной комедии. С 1970-го служил в Малом драматическом театре в Ленинграде. Кинослава пришла к актеру в начале 1980-х после выхода на экраны популярных фильмов «Чародеи» и «Любимая женщина» механика Гаврилова. После этих фильмов о Светине стали говорить как о короле эпизода. Пригласили на работу в Ленинградский театр и предоставили квартиру в центре города. В Ленинградском театре комедии М.Н.П. Акимова Михаил Светин служил с 1980 года и до конца жизни. Спектакли с его участием «Трудные люди» Бани, Дон Педро, «Виновник торжества» и другие, пользовались неизменным успехом у зрителей. 23 августа 2015 года был доставлен в Гатчинскую центральную районную клиническую больницу с подозрением на инсульт. Экстренная операция не увенчалась успехом. И Михаил Светин скончался в больнице 30 августа. Прощание состоялось 2 сентября в театре комедии М.Н.П. Акимова. Актер похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.